Большая часть того, что я вам буду рассказывать, этого вообще нет нигде. Ни в одной методике этого нет. Вы нигде этого не найдёте в принципе. Из-за этого человек становится близоруким. Ему, что он работал с мышцами, что не работал, вообще никакого эффекта. У него зрение с абсолютной единицы, со 100% падает там до минус 3. И в опросе в моём телеграм-канале победил ответ «Хотим ролик про зрение». Ну что ж, вы просили, начинаем записывать. Со зрением не всё так будет просто, как с остальными органами, потому что есть разные причины, разные механизмы, почему зрение может меняться. Но нужно с чего-то начать, и вот мы сегодня с чего-то и начнём. Диоптрических очков у меня не нашлось, потому что в нашей семье никто не использует. Это просто защитные баллистические очки. В любом случае, мир вашему дому, на связи доктор Кармацкий. Погнали. Видите вот это мыло на своём экране? Ну, я знаю, что большая часть людей смотрят меня в телефоне. Там, в принципе, ничего не видно. И наверняка в этот момент вы режете картошку, или готовите ужин, или ещё чем-то суперполезным занимаетесь, и просто меня слушаете. Бросьте взгляд на экран, и вы почувствуете то, как чувствует себя человек со сниженным зрением, с близорукостью, или с дальнозоркостью, или ещё с чем-то, из-за чего он не может нормально видеть. Но потом он берёт, опа, волшебные костыли, вот так, хоп, и магия моего оператора создаёт кристально чистую картинку, ну и кристально чистый звук тоже. Если будем записывать ролик про уши, то там тоже будет какой-то спецэффект. Короче говоря, жить с плохим зрением крайне некомфортно. Поэтому обязательно нужно что-то делать. Мы обязательно что-то делаем с органами, с печенью, с кишками, с суставами. И всё работает, и всё помогает. Значит, должно быть что-то, что мы можем поделать с нашими глазами, и оно тоже должно как-то помогать. Для начала разберёмся. Мы всегда с вами за причинно-следственный подход. И если зрение снизилось, значит, тому есть какие-то причины. А значит, для того, чтобы зрение снова восстановилось, нужно эти причины устранить. И как я уже говорил, с глазом будет чуть больше причин, чем обычно. Нарисуем, условно говоря, вот так вот глазик наш. И к глазику прикрепляются мышцы. Да, глазодвигательные мышцы. Вот такая конструкция. Первая, самая простая и понятная причина – это спазм глазодвигательных мышц. То есть, если глазодвигательные мышцы уходят в гипертонус, спазмируются, или наоборот, они уходят в гипотонус, чрезмерно расслабляются, или ещё что-то с ними происходит, они как-то блокируются, или тонус там справа-слева начинает меняться, то форма глазного яблока тоже меняется. То есть, глазное яблоко может либо сплющиваться, либо наоборот растягиваться. Сплющиваться или растягиваться. То есть, из-за мышц меняется форма глазного яблока, и из-за того, что меняется расстояние сетчатки от входа, условно говоря, в глаз, то вот это фокусное расстояние картинки, оно постоянно меняется. В норме картинка должна была фокусироваться вот тут. Глазик уменьшился в своём диаметре, если угодно. Теперь фокусное расстояние здесь. Увеличился фокусное расстояние здесь. Из-за того, что фокусное расстояние двигается туда-сюда, нет чёткости, может развиваться либо близорукость, либо дальнозоркость. Следующая возможная причина, почему страдает зрение, это вот эта линза. В глазике у нас будет несколько линз. Вот эта роговица, наружный слой глазика, это же тоже линза. Тоже линза. Она может начать разваливаться или наоборот нарастать. Из-за этого тоже будет меняться фокусное расстояние, будет меняться прозрачность, будет ухудшаться картинка. То есть это у нас, можно так вот написать, причина номер один. Не по распространённости, просто по счёту. Здесь будет причина номер два. Дальше у нас где-то здесь на пути нашей картинки есть хрусталик. Это ещё одна линза. С хрусталиком что-то может происходить. Всем известный диагноз катаракта. Будет диагноз. Будет причина номер три. Это что-то случилось с хрусталиком. За хрусталиком располагается стекловидное тело. Такая большая штука. Тоже прозрачная, тоже линза. Что-то происходит со стекловидным телом. И это причина номер четыре. За всей вот этой конструкцией располагается сетчатка. Сетчатка на самом дне. Помните, да, такой термин? Глазное дно. Выходит зрительный нерв. Если что-то происходит с сетчаткой, то тоже картинка будет ухудшаться. Это у нас уже будет причина номер пять. Что-то может происходить со зрительным нервом. И это будет причина номер шесть. И что-то может происходить с корой головного мозга. Это затылочные доли. Куда вся вот эта картинка приходит. Где-то там в мозгах, короче говоря, будет причина номер семь. Итого у нас, это еще не все, да, ну, таких основных. Семь различных вариантов, почему конкретно у какого-то человека может ухудшаться зрение. При этом у него может какой-то процент вот отсюда. Допустим, 10% из-за роговицы, 10% из-за хрусталика. Там, допустим, 70% его ухудшения зрения дают мышцы. И еще 10%, например, сетчатка. У кого-то, наоборот, там вся его основная причина заключена в сетчатке. У кого-то, наоборот, в хрусталике. У кого-то в нерве и так далее. То есть нужно понять, что есть определенные причины, влияющие на глаз. Из-за этого ухудшается зрение. Какие конкретно у вас, мы пока не знаем. Поэтому нам нужно начать постепенно, пошагово, либо параллельно, либо последовательно устранять все возможные причины. Но сколько бы их не было, их же все равно не 10, не 20, не 30. То есть их ограниченное количество. И нас никто с вами никуда не гонит, срочности никакой нет. Можно взяться за это как следует и начать устранять все различные варианты причин. Именно поэтому, потому что есть разные причины, влияющие на глаз и на зрение. Вот глаз, вот там, допустим, три основных причины какие-то на него влияют. Именно поэтому нет какой-то универсальной методики, которая бы давала 100% восстановление зрения абсолютно у всех. Есть методика Норбекова, есть методика Бейтса, есть методика еще кого-то. Я кучу всяких книжек перелопатил, почитал. В основном все они так или иначе направлены на причину номер один. На глазодвигательные мышцы. Но ведь эта причина доминирует далеко не у всех, поэтому кому-то этот метод, там, Норбекова Бейтса или еще кого-то, супер отлично помог. И он доволен, он хвалит, он всем советует, он покупает книжки, он покупает курсы, он всем рекомендует, он заставляет всех по этой методике заниматься. И он полностью в ней уверен. А кому-то другому человеку, у которого вот эта причина доминировала, например, какая-нибудь там причина номер семь, там, где-нибудь в мозгах, ему что он работал с мышцами, что не работал, вообще никакого эффекта. И он недоволен, он говорит, что эта методика не работает, книжки не покупает, курсы не покупает, ничего не покупает, он во все не верит. Он сказал, что я вот уже купил две книжки, прошел столько-то курсов, со мной работали какие-то специалисты, ничего не помогло, все фигня, ваша методика. Можно сказать, что и первый, и второй, они по-своему одинаково правы. Просто ни первый, ни второй не осознают, что есть несколько причин. И та методика, которой пользуются люди, редко, в редких исключениях захватывает более чем одну какую-то причину или механизм. Большая часть того, что я вам буду рассказывать, этого вообще нет нигде, ни в одной методике этого нет, вы нигде этого не найдете в принципе. Поэтому самое простое, что есть, что доступно, это пальминг, порасслабляли глазки, посмотрели на солнышко, глазками подвигали вверх-вниз, глазками подвигали туда-сюда, поворощали туда-сюда, понажимали и прочее-прочее, расслабили мышцы. И если доминировала именно эта причина, а всех остальных не было, то форма глазика восстанавливается, и все, и человек отлично видит. Будет считаться, что методика работает, и все хорошо, и те врачи, которые брали пациентов, исследовали эту методику, работали, кому-то тоже помогло, кому-то не помогло, в большем или меньшем проценте случаев, но не 100%. То, что не все и не всегда привязано к какой-то одной причине, вы из меня прекрасно знаете. Например, классическая ситуация. Ребенок ходит в школу, зрение 100%, сидит на последней партии, и отлично видит всю доску в целом. Первый класс, второй класс, третий класс, пятый класс, все хорошо. С пятого в той же самой школе переходит в шестой класс, и с сентября, например, по ноябрь у него зрение с абсолютной единицы, со 100% падает до минус трех. За два месяца. Как это объяснить? Он что? Он резко начал перенапрягать мышцы, или у него резко помутнел хрусталик, или у него резко начала там разваливаться... Никто не знает, да, как это объяснить, непонятно. Он резко начал криво сидеть за партой, или он больше стал проведить времени за компьютером и за телефоном. Да нет, конечно, причина не в этом, причина в чем-то другом. То есть есть такие жизненные ситуации, когда их невозможно описать с точки зрения какого-то одного механизма, мышечного, или хрусталика, или сетчатки, или еще чего-то. Потом этого же ребенка, например, взяли и перевели в другую школу. У него раз, зрение восстановилось. Или, например, ситуация у человека была плохое зрение, его начали лечить совершенно от чего-то другого. Какой-нибудь остеопат с ним поработал, порасслаблял ему голову, кости подвигал, что-то тут пошевелили, убрали какую-то отечность, головные боли прошли, раз, и зрение восстановилось. Или сколько раз было у меня на сеансе, когда человек приходит, нифига не видит. У меня одно время там висели на стенах плакаты, я говорю, видишь что-нибудь? Нет, ничего не вижу, не читает. Просто отрабатываешь шею от сих до сих, он встает, говорит, я вижу буквы. То есть, как это объяснить? Объясняется все разными механизмами. У ребенка был один механизм, у этого товарища другой, у какого-то товарища третий, у какого-то четвертый. И вот люди не знают, они тыкаются, они ходят, они изучают, пытаются, но не могут найти ответы на свои вопросы. И сегодня мы начнем с вами рассмотрение всех этих возможных причин с одной из самых часто встречающихся глобальных, которые практически участвуют на определенный процент, там от 1 до 100 процентов, влияние на зрение практически у всех людей в той или иной форме, эта причина встречается. Причина эта чисто психическая. То есть, сегодня мы не будем шевелить глазами, я не буду призывать вас смотреть на облака, смотреть сюда, потом вдаль, потом еще куда-то, что-то куда-то нажимать. Вы наверняка и без меня лучше все это знаете. Сегодня мы займемся несколько другим. И начнем мы с того, что проанализируем такой факт. У детей в Африке зрение, у 90 процентов детей в Африке практически единица, то есть 100 процентное зрение, условно говоря, у детей в Африке. У детей в развитых странах, где-нибудь там в Японии, в Китае, в России, в Европе, большая часть детей, наоборот, близорукие. Как это объяснить? Эти, получается, живут в более диких условиях, и у них зрение хорошее, гораздо лучше. То есть, в разы кратно на порядок лучше, чем у детей, которые живут в неприродных условиях. Объясняется это очень просто. Эти дети живут в таких условиях, где им физически и психически нужно смотреть вдаль. Вдаль не только в плане на горизонт. Да, именно поэтому тоже. То есть, им нужно смотреть, что вдалеке. Они видят горизонт, они видят солнце. Им нужно наблюдать за погодой, за животными, за облаками. Условно говоря, им нужно видеть, не бегут ли там ко мне из соседней деревни какое-нибудь племя с автоматами АК-47, чтобы всех нас, условно говоря, поубивать, женщин похитить, забрать в рабство и так далее. То есть, для всех вот этих людей, живущих в не в таких цивилизованных условиях, и в менее безопасных условиях, сложился такой механизм, что нужно быть на чеку, нужно хорошо видеть туда, обращать внимание туда, перестраивать фокус своего зрения вдаль. Поэтому близоруких людей меньше. И наоборот, какой-нибудь ребенок в мегаполисе, куда ему надо смотреть? Ему нужно смотреть в компьютер, ему нужно смотреть в телефон, и ему нужно смотреть в тетрадку или в книгу. Когда однажды в Нью-Йорке выключили свет на два дня, ну, понятно, там начались всякие беспорядки, но многие люди впервые в жизни увидели звезды. Почему? Потому что, во-первых, все постоянно светит, они не видят небо в принципе. Многие люди в течение всей своей жизни, в принципе, не выехали ни разу за пределы Манхэттена. То есть, они не видят горизонт, у них все везде бетонные джунгли, все, что надо видеть, оно вот здесь, везде, вот тут, оно рядышком. То есть, нет необходимости смотреть куда-то вдаль. Этот природный механизм, что вдалеке какая-то опасность, есть она или нет ее, он немножко видоизменился, и он присущ всем современным детям. Понятно, что уже никакие коршуны, никакие орлы нам не угрожают. Мы уже давно не тушканчики, не мыши, не суслики, никто нас не ест. Естественный отбор производится совершенно иным образом. естественный отбор производится в голове. Но производится он плюс-минус по такому же принципу. Сейчас внимательно. Вот есть ребенок. У ребенка в жизни есть какие-то проблемы, какие-то стрессы. Но какие это проблемы? Это проблемы всегда ограничены его сегодняшним днем или каким-то ближайшим будущим. То есть вот ребенок проснулся. О чем он думает? Ведь он не думает, когда проснулся о том, кем он станет через 20 лет, на ком он женится, где он будет жить, где он будет добывать себе пищу через месяц или через год. То есть не о чем подобном, а о будущем он, о далеком, о отдаленном будущем он особо не думает. Что его беспокоит, этого человека или ребенка? Его беспокоит то, что здесь и сейчас рядом в зоне досягаемости руки. Что сегодня спросят в школе? Спросят меня или не спросят? Поставят двойку или не поставят? Родители меня наругают вот сегодня, именно сегодня, за вот это или вот за это? Смогу я сегодня это или это? Поведут меня сегодня на плавание, на рисование или еще куда-то, или не поведут? То есть вся его жизнь, она ограничена плюс-минус вот этим сегодняшним либо завтрашним днем. То есть спектр восприятия его мира, он вот такой небольшой по радиусу. Ребенок обеспокоен именно тем, что происходит здесь и сейчас. Ему не важно, что будет в будущем. Ему важно пережить сегодняшний день, чтобы сегодня его не наругали, чтобы сегодня его полюбили, чтобы сегодня ему что-то подарили, чтобы сегодня не поставили двойку. Именно поэтому он доучился до пятого класса, и все было хорошо. Он перешел в следующий класс, где на него навалилась какая-то новая задача, которую нужно выполнять. Добавился, например, какой-нибудь дополнительный французский язык, добавилось какое-нибудь плавание, где надо что-то успевать, добавился еще какой-то предмет, по которому он теперь мало успевает. Плюс все остальное вот здесь. Спектр его восприятия еще больше суживается суживается или сужается. Галя опять меня поправит, если что, в комментариях. И таким образом он становится все более и более близоруким, потому что ему не важно, что там, там, там или здесь, что на горизонте, что завтра, что послезавтра. Он крутится в своих проблемах здесь и сейчас. То есть основная причина, которая присуща практически всем людям и который, и механизм, который работает практически у всех в той или иной форме, в том или ином проценте случаев, это излишняя обеспокоенность настоящим моментом. Запоминаем глобальную причину, чисто психическую, чисто на уровне мозга, чисто на уровне эмоций. Эта причина излишняя обеспокоенность происходящим здесь и сейчас, слишком сильная сфокусированность и сосредоточенность на каких-то нерешенных проблемах здесь и сейчас. Из-за этого человек становится близоруким, потому что ему нет дела до того, чего будет даже завтра, там, послезавтра, через год он сосредоточен. Вот, его задача выжить прямо здесь и сейчас. Поэтому он становится близоруким. Опять же, на какой процент именно от этой причины у каждого человека страдает зрение, мы не знаем. Но мы начали именно с неё, потому что, как показывает практика, при устранении этой причины зрение улучшается практически у всех без исключения. Но у кого-то оно улучшится на 100%, это значит, что у него была только эта причина. У кого-то на 50%, и надо будет дорабатывать по всем остальным причинам. У кого-то на 30%, у кого-то немного, но тем не менее, у всех зрение как-то реагирует. Значит, эта причина есть абсолютно у всех. Что с этим можно и нужно делать? Во-первых, вы берёте, просите человека, ребёнка, или если вы работаете сами с собой, берёте листочек и выписываете, что меня тревожит и беспокоит прямо здесь, прямо сейчас, что нужно решать, разруливать, какая-то висящая, неразруленная ситуация, актуальный стресс в настоящий момент. И пишите, первое, это вот и это, второе, это, третье, и это. У вас будет какой-то список вот этих ситуаций, как у ребёнка, на которого навалился новый репетитор, новые требования, новый французский язык, новая какая-нибудь гимнастика, какие-то новые конкуренты в шестом классе присоединились, и он пытается решить проблему с ними. То есть оставляете список всех вот этих штук, а дальше по каждой штуке, по каждому пункту вам нужно пройти, проанализировать, подумать и написать или проговорить с кем-то, что с вами случится, если вы вот эту штуку не реализуете. И прямо пишите, доводите ситуацию до самого конца. «А что будет, если ты продолжишь получать двойки по французскому языку?» «Давай пофантазируем с тобой». И ребёнок сидит и такой думает, «Ну вот, надо же хорошо учиться, а я тогда буду, получается, плохо учиться». И вот мы его постоянно спрашиваем, спрашиваем, «А что будет, если ты плохо будешь учиться?» «В итоге, чем всё это закончится?» И в итоге всё приходит к тому, что его перестанет любить мама. Или мама, или бабушка, или папа ему внушили, что если он будет плохо учиться, то он не получит образование. Если он не получит образование, он не сможет нормально работать, зарабатывать нужное количество денег. Он не самореализуется, он станет никем, у него будут в жизни проблемы, ему негде будет жить, и он умрёт в итоге от голода, от холода, замёрзнет. Без жены, без детей, без работы, без денег, без квартиры, без дома и без всего. То есть в итоге мы должны любую ситуацию довести до самого финального момента, задавая один и тот же вопрос. «А что будет, если ты вот это?» Он скажет, «Тогда вот это». И вы спрашиваете, «А что будет, если ты вот это?» Или себя, да, «То вот это, а вот это и вот это». И нужно довести вот эту цепочку вопросов и ответов до самого конца, чтобы мозг человека увидел, что в итоге ничего смертельного или страшного с ним не произойдёт. А если он всё-таки думает, что произойдёт, нужно объяснить и показать ему, что нет, реально-то не произойдёт. Коршуны не летают, медведи на нас не охотятся, тигры за нами не бегают, от голода мы никогда и нигде не умрём. Ни один человек без образования ещё не умер в России от голода. Всегда есть возможность. Пожалуйста, есть варианты работы. Два через два, сутки через трое. Отлично люди живут. И женятся, и рожают детей, и выходят замуж. И всё у людей прекрасно. Когда разгоняли каких-то там специалистов, которые строили у нас МКС, блоки для МКС, выяснилось, что там несколько инженеров, которые строили супер какие-то технологичные штуки для космической станции, оказалось, что у них диплом купленный, то есть актуального образования нет вообще. У нас были случаи, что хирурги оперировали с купленными дипломами, не являясь на самом деле хирургами. Вы представляете, что происходит в социуме? Какой процент людей без реально высшего образования? Но в голове у человека, или у ребёнка, или у взрослого, или у кого-то прямо стоит такая установка, что без высшего образования ты вообще не человек. Ты не выживешь, ты не добьёшься успеха, у тебя всё будет плохо и так далее. Это просто пример. Я не наезжаю на высшее образование или на кого-то конкретно. Это пример того, как вы должны поработать со всеми вот этими пунктами, каждый из которых вы должны довести до конца и объяснить, показать мозгу, что ничего страшного при нереализации этого пункта с ним не произойдёт. И каждый новый божий день вы должны начинать с пробегания у себя в голове, быстренько вот по этим пунктам, успокаивая себя, что если сегодня я опять облажаюсь вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, то ничего страшного со мной не произойдёт. И объясняйте себе, почему не произойдёт. Таким образом, вы будете снижать драматизм зацикленности вот на этом узком круге, который вокруг вас. Нужно снижать драматизм зацикленности. И вот этот радиус нужно расширять и фокус внимания смещать куда-то вдаль. Поэтому вторая позиция, которую вы должны делать, первая позиция поняли, да, запомнили. Нужно снижать драматизм при помощи вот такой методики. И второе, вы должны принудительно фокусировать своё внимание на будущем. Начните мечтать, начните придумывать, чем вы будете заниматься завтра, послезавтра, через месяц, через год, через десять. Если речь идёт о ребёнке, разговаривайте с ребёнком, моделируйте ситуации, играйте в каких-то космонавтов, играйте в какие-то другие профессии, моделируйте ситуации, создавайте что-то, да, пусть это будет мини-театр, но это всегда полезно для мозга, если речь идёт о взрослом. Пишите план на десять лет вперёд, на двадцать лет вперёд, на тридцать лет вперёд, расчертите линию жизни и напишите, так, в семьдесят лет я хочу заниматься вот тут и жить вот тут, в девяносто лет хочу заниматься этим и жить там, в сто десять я хочу заниматься этим и жить там, в сто тридцать я хочу заниматься вот тут И вот тут, в 150 там и там, в 180 я хочу заниматься этим и этим. Вот спросите себя прямо сейчас, прям по-честному. Вы верите, что вы проживёте 180 лет? А если бы, например, спустился Бог в нашу реальность и сказал вам, так, вот я прямо тебе прямо сейчас гарантирую, что ты проживёшь 180 лет? И человек такой, блин, а нафига мне столько? А чё я буду делать? Я за 50-то лет уже задолбался, вот честно говоря, прям реально задолбался, уже не знаю, куда бежать. Надоело, надоело, надоело. Я знаю огромное количество людей в практике, которые умерли просто потому, что им надоело жить, они не хотели жить дальше. Они просто легли и больше не проснулись, потому что нет интересов, нет целей, нет планов, ничего не надо. Всё, тотальная усталость, безразличие. Я кручусь, как белка в колесе, мне времени суток не хватает, мне не хватает вообще тотально времени. Если бы мне гарантировал кто-то, что ты 250 лет проживёшь, я бы сказал, отлично! И настроил бы себе такой длиннющий план, он у меня есть, я его построил. Пусть он висит в подсознании, пусть подсознание им пропитывается. Эта штука будет тянуть вас вперёд и кроме улучшения зрения вы проживёте дольше, чем могли бы. Потому что жизнь, как и здоровье, это не цель, это средство достижения какой-то цели. Поэтому если мне кровь из носа надо вот это достичь, вот это достичь, вот это достичь, то мне пофиг, отказали у меня суставы или не отказали. Что-то мне кто говорит, какие диагнозы, я буду пытаться идти вперёд, я буду пытаться достичь вот этой цели, я буду пытаться тянуться за ней. За этой целью в идеале ещё что-то должно быть. Иначе, как только я её достигну, я скажу, о, всё, отлично, я всё сделал, дерево вырастил, внуков вырастил, жену завёл, всё сделал как надо, всё хорошо, можно умирать. Блин, так не должно быть. Поэтому смещаем фокус вперёд. Начинаем перефокусировать своё внимание куда-то в будущее. Таким образом вы сразу же с двух сторон навалитесь вот на эту причину номер один, которая есть практически у всех, у кого близорукость. Это мой сайт karmatsky.com. Это сайт galinygkarmas.ru. На наших сайтах вы можете записаться на обучение, на живые семинары, ознакомиться с онлайн-курсами, а ещё на наших сайтах много полезных статей по здоровью. Заходите, смотрите, вникайте. А ещё у нас есть телеграм-канал, где мы с Галиной отвечаем на ваши вопросы, если что-то непонятно. Заходите, подписывайтесь и спрашивайте. Все новости, все акции, все скидки – всё там, в телеграм-канале. А ещё у нас есть интернет-магазин с полезными товарами для здоровья и полезными сувенирами. Лопатки для самомассажа живота, браслеты, кто молодец, анатомические футболки и много всего другого. Заходите и изучайте. В любом случае, прислушайтесь вы к моим рекомендациям, не прислушайтесь. Вы всё равно молодец, потому что досмотрели до конца и получили какую-то полезную информацию, которая, возможно, пригодится кому-то, вам или вашим близким, или членам вашей семьи. И это уже хорошо, и нужно себя за это похвалить. Спросите себя, кто молодец, и ответьте себе уверенно. Я молодец, а я вас в этом поддержу. Поехали 10 раз. Кто молодец, ты молодец. Кто молодец, ты молодец. Ты молодец, ты самый классный человек в мире. Редактор субтитров А.Семкин